Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы с вами сейчас находимся на Вест-Тайланде. Это такая западная, считается англофонная часть Монреаля. Мы сейчас находимся в городе Пойнт-Клэр и, собственно, едем в сторону Ниссана, Ниссана Вест-Тайланда, потому что у меня, похоже, какие-то проблемы с трансмиссией. Сейчас будем разбираться, что там такое случилось. Хорошо, что у меня есть гарантия, и я надеюсь, что я за ремонт, в случае чего, платить особенно не буду, потому что это удовольствие будет гораздо больше, чем 1000 долларов ремонтировать. На поездке дня вопрос о том, есть ли какие-то резоны, есть ли какие-то обстоятельства, которые бы меня заставили задуматься о возвращении домой. Вот что это могло бы быть. Видео во многом, на самом деле, связано с темой, о которой я уже говорил, тема, почему я уехал. На самом деле, получается так, что я бы стал задумываться о возврате домой, наверное, в случае, если бы в стране, откуда я уехал, произошли определенные, подчеркиваю двумя жирными линиями, качественные изменения. То есть, не столько изменения, связанные с тем, что, там, не знаю, повысились бы зарплаты, все и каждые были бы обеспечены работой, там, еще что-то такое. Нет, речь не об этом, и не по поводу этого, а речь о том, что, как я говорил, я уезжал из страны, из России, потому что мне не нравилось отсутствие законности в обществе и законности в государстве, как в системе. То есть, ее нет. Да, на сегодняшний момент, если мы говорим про Россию, там действуют правила, все друзьям, а врагам закон. И вот эта избирательность меня всегда очень сильно раздражала. Я очень не хотел бы жить в стране, которая живет по таким принципам. Я сторонник того, что было провозглашено в Декларации Независимости, а потом в Конституции французской 1989 года, которая говорит о том, что все от рождения равны, и все равны перед законом, в случае, если возникают какие-то судебные, скажем, президенты. И для меня лично это очень важно. Для меня важно, чтобы люди вокруг меня уважали закон, и для меня важно, чтобы государство делало все, чтобы закон исполнялся. И чтобы государство само по себе те же самые законы, которые государство придумало, разработало, также исполнялись. Я не вижу никаких абсолютно предпосылок для того, чтобы в России что-то поменялось в области законов, независимых судов, соблюдение каждой буквы Конституции. Наоборот, я вижу сейчас, что что ни день, то какой-нибудь очередной пункт институции просто, скажем, нарушается, игнорируется, переписывается. То, чего быть, ну, никак, никогда быть не должно. Потом я говорю, что для меня очень важно, чтобы страна, в которой я жил, она была абсолютно спокойная и внутри, и снаружи. Чтобы не было никаких терок, никаких войн, никакого негатива, связанного там с конфликтами, какими-то амбициями, которые должны быть закреплены силой. Вот, чтобы все вот это вот отсутствовало. Опять же, на следующий момент я вижу, что все наоборот, только набирает обороты. Россия кому-то в очередной раз что-то доказывает. Зачем доказывает? Почему доказывает? Почему? Спокойно жить нельзя. Для меня это открытый вопрос философского характера, на который я не готов отвечать. Я просто говорю о том, что это просто приводит к тому, что у меня даже мысли не возникает вернуться обратно домой. Потому что то, от чего я уехал, то, что мне не нравилось, оно не только не собирается там пересматриваться, оно не собирается видоизменяться, оно тупо набирает обороты, становится еще хуже. Так сказать, in my humble opinion, да, по моему скромному мнению. Потом, для меня очень важно, еще как я говорил, это уважать государство. Уважать государство за то, что оно делает по отношению к своим гражданам. На сегодняшний момент, опять же, я не вижу, чтобы государство делало что-то для своих граждан. Государство, если мы говорим про Российскую Федерацию, я сейчас не буду говорить про другие страны бывшего Союза, время от времени дает какие-то подачки, время от времени объявляет какие-то глобальные национальные проекты, которые зачастую остаются просто текстом на листе бумаги. Я не вижу конкретных вещей. Обратите внимание, а тут мы находимся в Вест-Айленде, который считается англоязычной частью Монреаль. То есть здесь надписи STOP на английском языке, а не ARAY, как это во всем остальном Монреале. И, собственно, основное все. Основное все. Зарплаты, уровень жизни и так далее. Это все важно. Но я не могу сказать, что какой-то такой идеологический эмигрант, который уехал по идеологичным соображениям из страны. Но для меня реально клобаса была на пятом месте, потому что я зарабатывал гораздо выше среднего в России, когда я уезжал. Я сейчас буду получать меньше, чем я получал, когда я работал в России. Ну, хотя нет. Если брать в рублевом эквиваленте, наверное, так и будет. Но в долларовом эквиваленте я сейчас буду получать меньше, чем я получал, когда я шел в России. Так что вот так. Такой вот расплат. Не хочу просто вдаваться в эту тему глубоко, потому что, как я уже говорил, по сути, это вопрос инверсионный, вопрос на тему того, почему я уехал из страны. Вот до тех пор, пока в стране под названием Российской Федерации будут все те же самые баги, глюки системного характера, унижающего, унизительного, простых, собственно, граждан. Никакого смысла, на мой взгляд, задумываться даже о том, чтобы уехать из страны, нет. Ну, просто нет. Зачем? К чему? Плюс из приятных ништяков, которые есть в Канадском, например, паспорте, в отличие от российского, это возможность делать карьеру, жить, развиваться, путешествовать в любой цивилизованной стране. Россия в последние годы становится все больше и больше таким вот непонятным государственным образованием, которое пугает силу своей непонятности. Тоже мне бы не хотелось, чтобы я жил в стране, которая бы пугала все остальные страны мира. Люди, которые живут в России, они очень часто думают, что страх – это эквивалент уважения. Нет. Страх – это страх. Страх – это то, что вызывает в нас не положительные эмоции, а самые низменные, самые какие-то, знаете, вот инстинкты, связанные с самосохранением, желанием уничтожить, забить там и так далее. Все то, что тебе непонятно и неприятно. Так что... Мысли мои по поводу возвращения такие. Вы можете с ними быть согласны, не согласны, но тем не менее не такие. Все, друзья мои, я приехал в Ниссан, что-то здесь перегорожено. Даже не уверен, что правильно приехал. Сейчас буду разбираться с парковкой, здесь что-то ремонтируют. А я с вами прощаюсь, откланиваюсь. Всем удачи, крепкого здоровья. Обнимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова